Всем привет! Хочу поделиться с вами интересным способом оформления торта. Эту технику нарезанных кусочков я увидела в интернете на страничку автора этой техники Сайдара Йеннера. Ссылка будет в описании. Для меня это что-то новенькое. Здесь на видео моя первая попытка. Итак, понадобится широкая ацетатная лента, немного растительного масла без запаха, салфетка, любой острый нож, скалка и самое главное это правильная мастика. Она должна быть не липкая и не быстро сохнущая. Подойдет мастика для моделирования, мастика для обтяжки и универсальная. Не подойдет цветочная мастика, желатиновая и из маршмеллоу, так как они слишком быстро сохнут. Медово-желатиновая мастика, с которой я всегда работаю, тоже не очень подходит из-за своей липкости. Сегодня я использую мастику для моделирования от Yarrow Colors. Для нее характерно не липнуть к рукам, что позволяет не использовать крахмал. Такую мастику и широкую ацетатную ленту вы можете приобрести в моем интернет-магазине Tiramisu InYua. Ссылка будет в описании под видео. До создания узора нужно измерить торт. Диаметр моего маленького торта 13 сантиметров. Соответственно, по формуле легко высчитать длину окружности. Будет 41 сантиметр. И высота моего торта 10 сантиметров. Итак, мне нужен узор размером 41 на 10 сантиметров. Отрезаю ацетатную ленту длиннее, чем 41 сантиметр, чтобы был запас. Нужно таких два отрезка ленты. На одном из отрезков обычным маркером намечаю размеры будущего узора. Я рисую прямоугольник 41 на 10 сантиметров. Учитывая, что узор я буду раскатывать и он увеличится в размере, то заполнить узором нужно не нарисованный прямоугольник, а немного меньше. И, конечно, понадобится идея или представление, что именно будем делать. Для первой пробы я сделаю простые крупные цветы. Я выбрала для них фиолетовый и розовый цвет. Для первого цветка часть фиолетовой мастики делаю светлее. Соединяю два куска фиолетового. И, чтобы сделать более плавный переход между цветами, я много раз складываю и прокатываю мастику. Постепенно переход цвета станет мягче. Переход цвета получился. Теперь сжимаю мастику так, чтобы этот переход был вдоль всего жгута. Далее из розовой мастики буду делать прожилки. Для этого скатываю жгут чуть меньшего диаметра, чем фиолетовый и нарезаю из него тонкие пластины. Фиолетовый жгут надрезаю по всей длине, делаю три надреза. И в них укладываю розовые пластины. Легонько прижимаю, чтобы мастика склеилась. Дальше темно-фиолетовую мастику раскатываю тонко и оборачиваю в нее весь жгут. Лишнее срезаю. На стыке темную мастику соединяю. Это будущие лепестки для фиолетовых цветов. Пока откладываю это в сторону и делаю лепестки для розовых цветов. Светло-розовый и темно-розовый куски мастики прокатываю вместе, чтобы снова сделать переход цвета мягким. Скатываю жгут так, чтобы переход цвета был вдоль всего жгута. Готово! Дальше из желтой мастики делаю тонкий жгутик для сердцевинок цветов. Для листьев делаю жгут, который на срезе будет иметь треугольную форму и будет разного размера. И для фона жгут бледно-сиреневой мастики оборачиваю в серую мастику. Когда все жгуты подготовлены, возвращаюсь к ацетатной пленке. Сторону, на которой рисовал маркер, переворачиваю вниз. Салфетку смачиваю в растительном масле и смазываю всю пленку. Это нужно для того, чтобы мастика не прилипала к пленке. И теперь начинается самое интересное. Начинаю создавать рисунок. Все жгуты нужно нарезать на кусочки одинаковой толщины, примерно 3 миллиметра. Сначала раскладываю на пленке сердцевинки цветов. Затем нарезаю жгут для лепестков. Вот таким он получается на срезе. Каждому лепестку немного придаю форму и укладываю вокруг желтой серединки. Детали между собой склеивать ничем не нужно. Просто выкладываю рисунок нарезанными кусочками мастики. Нарезаю розовые лепестки, сплющиваю их с одной стороны и формирую цветок вокруг серединки. Здесь у розовых лепестков я зря не сделала контур, как у фиолетовых. Дальше увидите почему. Кусочки для фона укладываю между цветами. Где нужно сжимаю их или изгибаю, чтобы они поместились в определенное пространство. Итак, необходимый отрезок на пленке заполнен рисунком. Теперь беру второй отрезок пленки и тоже смазываю его растительным маслом. Смазанной стороной кладу пленку на узор. Немного прижимаю и теперь нужно аккуратно прокатать весь рисунок скалкой. Раскатываю мастику, ориентируясь на начерченные границы на пленке. И конечно стараюсь не сильно деформировать рисунок. Периодически убираю пленку и поправляю детали. Теперь можно выбрать какая сторона будет лицевой. Мне больше нравится это. Снимаю верхнюю пленку и подрезаю ножом нижний край узора. Теперь пленку накладываю так, чтобы ее край совпал с краем мастики. Переворачиваю узор лицевой стороной вниз и снимаю пленку. Мастику слегка увлажняю водой из бутылочки с распылителем. Вот мой охлажденный торт, он покрыт белково-масляным кремом. Поднимаю пленку с узором и оборачиваю им торт. Мастику нужно плотно прижать к крему. У меня на стыке немного не хватило узора, в следующий раз сделаю с запасом. Убираю пленку и торт готов. Такая техника мне напоминает витраж. Было интересно его создавать, обязательно попробую сделать еще. Мне понравилось. А как вам? Пишите свое мнение в комментариях. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и заходите в мой интернет-магазин за покупками для ваших тортов. Всем пока!